Торжественное захоронение останков солдата без вести пропавшего в октябре 1941 года состоялось на Дядьковском мемориале воинской славы. В травмной процессии приняли участие ветераны, представители власти, поисковых отрядов, духовенство и молодежь. И вот здесь, на этой Дядьковской земле, патриотическое объединение память Калужской области, сегодня еще одно имя героя, бойца Красной армии, Есикова Афанасия Федоровича, вернуло потомкам. Огромное вам спасибо за ваш труд. И на вашем примере будут учиться и будущее поколение поисковиков. В ходе поисковых работ в Остовическом районе Калужской области в одной воронке были обнаружены останки двоих солдат. Там же находились боеприпасы, гранаты и два посмертных медальона. Однако один медальон расшифровке не поддался и в настоящее время находится на экспертизе. По второму поисковикам удалось установить имя бойца. Им оказался уроженец села Любыш Дядьковского района Афанасий Федорович Лексиков, 1906 года рождения. По данным он служил в войсках НКВД, красноармеец, рядовой. Пропал без вести в 1941 году. Поисковиками были проведены работы по розыску родственников погибшего. Удалось отыскать двух дочерей и внуков Лексикова Афанасия Федоровича. Им были переданы документы и личные вещи бойца. Когда война началась, прошло некоторое время, нам пришло извещение, пришло о том, что отец нас пропал без вести. Потом после войны старшая сестра подавали в розыск. Нам ответили, что пока безрезультатно. Так вот, потом мы уже прекратили искать все. Я смутно помню его. Немножко так вот помню, как он дома с нами общался. Добрый такой, ласковый и отзывчивый отец был. Прах красноармейца, уроженца Дядьковского района, был предан земле с воинскими почестями. Афанасия Федоровича Лексикова посмертно наградили медалью «Шагнувши в бессмертие». Кристина Перцхилава, Максим Кузнецов. События Дядькова.